Девушки отдыхают Девушки отдыхают Деньги на дорогой инструмент Сергей просит у жены Алла Лыкова принимает решение отложить покупку мебели И отдает все накопленное мужу на виолончель Хочу, чтобы ты в оперном на новой немецкой виолончели играл Представляешь, похвалили сегодня Кто? Ну, из 204-го Чукча этот, пообедал Всю тарелку борща вылезал А тефтели с пюре вообще просто все смолотил И потом сказал, вкуснее, чем в Италии Не зазнавайся Что это? Крыса Ого, нифига себе, крыса А ну, пойдем Ты кто? А ну, стоять! Вот тебе на Вечер добрый Знаешь его? Угу Спекулянт Перчук Ты пакет взял? Ага Звони милицию Эй, какая милиция? Почему? Ты пакет спер в номере Это не мой пакет Конечно, не твой Вот милиция и разберется чей Пойдем Вот Полторы тысячи Но это только на виолончель Я потом вашей сестре обязательно презент какой-нибудь куплю Ну что вы Да для нее честь Я рассказала, какой вы гениальный музыкант Я все хотел спросить Почему вы мне помогаете? Я же говорила Вы заслуживаете иметь такую виолончель Такое странное чувство, как в детстве Как будто бы у тебя скоро день рождения И родители должны подарить тебе подарок Что, вам уже пора? Да К сожалению А когда мы с вами снова встретимся? Завтра? Скажите, что завтра Завтра не могу Я вам позвоню Обязательно До свидания До свидания Так Комплект нижнего женского белья Одна штука Косметика Шанель Одна штука Духи Французские Гивенчи Живанши Не умничай Просто не хочу, чтобы в протоколе ошибки были Ты, Перчук, лучше скажи, чей номер обчистил Ничей Ага Ошибка вышла Ага Я шел возле гостиницы, упал Слышу, за мной кто-то бежит Не чеши Он сверху спрыгнул Явно в чей-то номер залез Да зачем оно мне надо? А вот это ты зря Сейчас администратор номера обойдет И посмотрит, где ты наследил А вот и администратор Ну что? А, нашел 204 номер Все вердом перевернут Пойдемте Пойдемте Вот, смотрите Ничего интересного Ага Номер снял Степан Лиликаев 53-го года рождения Вы мне эту информацию, пожалуйста, запишите Сумка хорошая Ага И импортная Я его, когда первый раз увидел Вообще подумал, что это Заграничный актер А на самом деле кто? Администратором работает В каком-то чукотском ансамбле Эргерон? Да А вы откуда знаете? У меня мама На все концерты ходит Они в прошлом году приезжали Может, опять собирались Так, ну в общем Следы есть Ведут на балкон Прижмем этого спекулянта Не отвертится Ну в общем Постояле свернется Его сразу к нам Спасибо Будет заявление писать И вы тут не натаптывайте Пришлем эксперта Где у вас тут столовая Благодарю Пап, а можно быстрее? Ты уже дальше, чем я В зеркало крутишься Ален, у нас папа работает В сфере культуры Ему нужно хорошо выглядеть Кстати, ты знаешь, что у них Скоро концерт в оперном театре И папа будет играть На немецкой виолончели За полторы тысячи рублей Не злись на них Я думал, у нас Только в училище Хамовитые девушки Кажется, нет Дома такая же Я, кстати, сегодня допоздна Пару во вторую смену поставили Руденко просил для мамы билетик Дашь? Конечно Слушаю Ал Тебя к телефону По-моему, опять какой-нибудь Труп Спасибо Алло Так, Днепропетровск 1981 год Кража с проникновением Да Спекулянт Перчук Залез в 204 номер Гостиницы Украина А это Постоялец этого номера? Да Степан Лиликаев Гостиничный администратор Уже губу раскатал Ждал его Но надеялся на благодарность За то, что задержал вора Но Лиликаев в гостиницу Не вернулся А рано утром На пустыре Около завода Нашли Нашли тело Тело Лиликаева Тело Обнаружил заводчанин Он здесь живет недалеко Так вот, чтобы через проходную не обходить Он через лаз в заборе ходит Что-то еще заводчанин сказал? Неа Он так испугался, что говорить чуть ли не разучился Хоть в милицию позвонил И на том спасибо Ясно Спасибо Приветствую вас Что у нас? Труп мужчины Около 30 Азиатские черты лица Узбек или калмык Мертв Часов 10 Причина смерти? Черепно-мозговая Ударили молотком Ну сейчас этот заводчанин немного отойдет Я у него спрошу Знает он бедолагу или нет? Не стоит Вряд ли убитый пролетарий Пальто Итальянское Рубашка Костюмы, брюки тоже И ботиночки Я таких не видел никогда Слушайте Так может он этот Иностранец Какой-нибудь китаец там Или японец Откуда в закрытом городе чужак? Никакой он не чужак Привет, Коль Свою Здрасте Лиликаев Степан Борисович 1953 года рождения Житель Анадыря Чукотка? Откуда в наших степях? Степан Лиликаев Администратор чукотского ансамбля Эргерон Приехал вчера Правда Не по работе Остановился в гостинице Украина Коль Откуда ты все это знаешь? А вчера вечером Один спекулян Залез в его номер Украл импортную косметику Шмотки И ты что думаешь Спекулянт Вначале убил А потом обокрал номер? Как-то не по масти спекулянту будет В котором часу обчистили номер? Ну, около семи Тогда ждем от вас Точного времени смерти Алла Андреевна Вы с мужем поговорили По поводу билетика Новостей пока нет Ну, хотелось бы решить вопрос Я все-таки уже маме пообещал Алло, это Сергей Сергеевич Настенька Я знаю, что вы сказали Что сегодня не можете Но Я ведь уже не представляю Полноценного дня без вас Ой, простите А Анастасию К телефону Можно позвать? Как нет? Ну, я же Когда-то звонил По этому номеру Постойте А что значит Нет и никогда не было? Я пошла Перчук Иван Сергеевич Все верно Сотрудник Краевического музея Более известен как Спекулянт По кличке Перчик Выдумки Не отрицайте уже, хорошо Администратор гостиницы Сказал, что вчера днем Видел вас в компании Степана Лиликаева Не помню такого Раскосы глаза Фирменная одежда А, да Мы год назад познакомились Он с ансамблем приезжал Весь такой Прикинутый Я еще подумал Откуда на Чукче фирма? Потому что Эргерон Гастролирует по заграницам Вот записи гостиниц Венгрия, Польша, Италия Вчера вы обокрали номер Лиликаева Я? Не прикидывайся, Перчик Следы в номере От твоих югославских ботиночек Которые ведут на балкон С которого ты? А сегодня утром Мы нашли труп Лиликаева Вы представляете Чем это вам грозит? Думаете, это я? Да зачем мне? Послушайте Год назад Я у него купил Итальянский плащ Мы таки познакомились Давайте ближе к делу Что было вчера? Встретил у входа в гостиницу Спросил Есть ли товар? Он сказал, есть Мы поднялись и в номер Он ткнул мне Какие-то сраные колготки Сказал, бери Чем вам колготки не понравились? А у него в сумке Кружевное белье было И французская косметика Я говорю, продай А он ни в какую И вы за этим добром В номер полезли? Ну что мне сделать Чтобы вы поверили? Следователь Лыкова Да, ты вовремя И что у тебя? Говорю Новости для вас не очень Время смерти Примерно 22.00 Не раньше Угу Ну, извиняйте Спасибо Коль В котором часу вы вчера Перчика задержали? Ну, где-то в 19.30 А что? А Лиликаева убили Через два с половиной часа После этого Так что убил не Перчук Гражданин Перчук Лиликаев продал вам колготки А остальное продавать Не захотел Как вы думаете, почему? Да потому что баба у него тут есть Местная Он к ней приехал И белишка привез В подарок Сказал не на продажу Ну вот Теперь еще и баба появилась Откуда? Он в прошлом году здесь Практически проездом был Алла Андреевна Про бабу, наверное, правда Лиликаев с девушкой Не пойму, что это за здание Это культ просвет училища Точно? У меня там муж преподает Степе от Леси Знаешь что, уводи Перчука А я пока узнаю, что за Леся учится в культ просвете Подъем, Перчук В Днепропетровском культ просвет училища Был народный ансамбль Следователь предположила, что народник Лиликаев И девушка Леся могли познакомиться где-нибудь Ну, на фестивале или на гастролях И что, предположение оказалось верным? Да В Днепропетровском ансамбле танцевала такая солистка Олеся Белоус По описанию, очень похоже на подругу Лиликаева А что она сказала? Лиликаев к ней приехал, правда? Вот в том-то и дело Олеся это уже два дня никто не видел Леся! Леська, открывай! Ты чего дрохочешь? Нет Олески Я ее уже два дня не видела Где она лазит? А тебе какая разница? Мне? Из училища звонят Прокуратура ее ищет На кой черт мне эти проблемы? Ты же староста Увидишь ее? Скажи, чтобы она нашла меня Сама скажи В нашей репетиции Да, а квартира? Спасибо записала Ну что, выяснила? В училище есть танцевальный ансамбль Там есть такая солистка Олеся Белоус Судя по описанию Очень похоже на девушку Лиликаева И что она говорит? Приезжал к ней Лиликаев? В том-то и дело Она уже два дня не появляется Не в общежитии Не на занятиях И что будем делать? Я съезжу в училище У девочек сегодня репетиция Говорят, должна быть Расспрошу у нее Почему она так плохо следила За своим кавалером? А я? А ты Езжай по вот этому адресу Это что? Это мать Олеся Мать? Вы же говорили Она в общежитии живет Я не понимаю Если мама под боком Зачем жить в общежитии? Я бы никогда так не сделал Ну это ты А моя дочь Будь у нее такая возможность За милую душу От нас бы съехала Ладно Работаем Алла Андреевна Как приятно вас видеть Здравствуйте, Константин Олегович Новости у нас не очень Олеся Белоус не появилась на репетиции И в общежитии ее нет Руководитель коллектива говорит Что на нее это не похоже Ясно Я тогда хочу поговорить с девочками Из ее ансамбля Они уже закончили репетицию? Нет, танцуют Танцуют, миленькие Репетируют Сейчас Уже зову А я еще хочу посмотреть Расписание К мужу хочу зайти Так Сергея Сергеевича Сегодня нет в училище? Ах да Ясно 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 Не знаю Наверное не смогу вам помочь Да мы недавно в этот дом переехали Со школы вернулась Со школы? Ну да Она же в девятом классе учится Подождите Нет Это Моя Настя Ей лет 25 Она молодая девушка Ну такая Блондинка Такая эффектная Высокая Карие глаза Ну Не Не-не-не У нас такой нет У нас точно такой нет Нет Ну как же так Подождите Это не может быть Я же сам видел Как она заходила сюда В этот подъезд Мужчина Не верите Можете сами подняться В каждую квартиру Еще не верит Сомневается Еще не знаю Что это Я с Лисей в одной комнате живу Скажите А когда вы последний раз Ее видели? Позавчера днем Она быстренько зашла Забрала свои вещи И сказала Что Ее не будет Несколько дней А такое раньше Уже бывало? Да Она девушка взрослая Сами понимаете Понимаю Скажите А Леся Что-нибудь рассказывала О своих отношениях Со Степаном Лиликаевым? С кем? Ясно Значит Не говорила Спасибо Позовите пожалуйста Кто в коридоре остался Добрый вечер Здравствуйте Присаживайтесь Светлана Сурко Студентка третьего курса Староста Староста Это хорошо Может быть знаете больше других У Леси был кавалер У Леси был кавалер Степан Лиликаев Он работает в ансамбле Эргерон Ну С Эргероном мы пересекались На одном фестивале Теоретически Она могла Кого-то там зацепить Но Что? Я не завидую этому бедняге Почему? У нее ухажер есть Он ее на машине из училища забирает А вы случайно не знаете имя этого ухажера? Нет На какой машине собирает? У него Синий москвич Номера не помню И Левая дверь Поцарапана Вот Ясно Спасибо большое Пожалуйста Минуточку Еще один вопрос А Леся ведь местная А почему она с родителями не живет? Леська пропала Неудивительно Это почему? Ну а что можно ожидать от девочки Которая не общается с матерью год? Год И все же Где она может быть? Без понятия Считает что ей мать не нужна Так и мне она такая не нужна Пусть пропадает где хочет Послушайте Я тоже ссорюсь с мамой Но чтоб год не общаться Что у вас произошло? Она оклеветала отца Это как? Ну Обвинила его Что он якобы К ней Ну Пристает В смысле Лапает Ну Даже заявление Милицию Хотела написать А это неправда? Ну конечно неправда Я стала на сторону мужа А она меня не поняла Ясно Значит о ее отношениях С неким Лиликаевым Вы не в курсе? Нет А это Слава Слава ты? Здравствуйте Здравствуйте Славочка А это товарищ из милиции Очень приятно Вы брат Леси? Нет это отец Вячеслав Иванович Отец? Ну Очень Но она мне как дочь То есть это она На вас Хотела написать заявление? Интересно Провожать не надо Если будут новости От Леси Звоните Это к чему? Ну это так К слову пришлось Обязательно было бы Об этом говорить? Это что? Женские духи? Нет Смотри мне Вот что рассказала Сыщикам мать погибшего Ее сын Степан Регулярно Посылал Олесе Денежные переводы Сумма крупная? Даже крупнее чем ты думал Около пяти тысяч Куда так мало? На кооператив Он хотел так сказать Сить себе гнездышко Освил удавку Да Скверная история Так это еще не все Представь себе Олесе о своем Богатом женихе Никому из подруг Не рассказывала Да-да Ни единого слова Ну тогда выход один Искать куда сбежала Эта невеста Леся Да Петя, привет Это Алла Скажи, пожалуйста А мой Сережа у тебя? А, я поняла Да, хорошо Пока, жене привет Лазненко 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 Кайлая машина Лазненко Лазненко Мам Вряд ли Папа у них Ты что-то знаешь? Я? Нет Я в том смысле Что папа с ним Уже год не общается Если ты что-то знаешь Лучше скажи Скажи Я обещаю Это останется между нами Я Видела Папу С какой-то девушкой Девушка? Алло Алло, Андреевна Был у родителей Леси Так они вообще Не знают Где ее искать Но Вот какая штука Кажись Это Леся Вертихвостка еще та Откуда знаю Добралась мама погибшего Да Из-за надыря прилетела Вот что рассказывает Степан высылал Лесе деньги Несколько тысяч на кооператив Да Хорошо Расспрошу А? Алло Лариса Ивановна Тут Вот какая Неприятная история Леся никому из подруг Не сообщала Об отношениях со Степаном И более того Кажется У нее здесь кто-то есть Бариса Ивановна Возьмите Выпейте воды Доброй ночи Хозяйка Здравствуйте Ты кто ж такая будешь? Ах Да вот Приехала бабушке Дом проведать А Так ты Анюты Покойница Внучка А выросла Не узнал Не узнал Ну лады Передавай привет мамке Спасибо Передам Не забудь Да Ты совсем дура Чего ты вылез Маш домой Мы ведь Всей семьей В Днепропетровск Хотели переехать Мой муж болеет И Степа Хотел его сюда Перевезти Здесь потеплее Да и говорят Институт у вас есть Где печень лечат Да Есть такой Один из лучших В союзе Думали Жить тут будем Мужа вылечим И внуков нянчить будем Лариса Ивановна Вы не переживайте Мы найдем Найдем убийцу У меня вылет Только завтра вечером Я в той же гостинице Остановилась Что и Степа Чуть что Знаете где найти Спасибо Да Лариса Ивановна Заходите Здравствуйте Сергей Сергеевич Вы Алла Андреевну ищите Так она здесь не часто бывает Алла говорила Что маме твой билет нужен Вот Хороший Восьмой ряд по центру Спасибо Спасибо Выруч Меня Мам А что ты ему скажешь Ты ведь Ему скажешь Нет А почему Он ведь точно У тебя что то скрывает Ты забыла Что я следователь Вначале нужно Собрать доказательную базу Потом суд И приговор Выключи свет Спокойной ночи Так вот о чем я Я ее Несколько раз провожал К этому подъезду Видел как она Заходила Вот А видели Как Каком нибудь из окон Свет включался После того Как она заходила Нет Ну Что я могу сказать Скорее всего Не живет там Ваша Настя И как это понимать А так и понимать Вероятно Что ее сестра Не работает с импортом Мошенница Мошенница на доверии Ваша Настя Думаю Плакали ваши денежки Нет В смысле нет Она Не могла Так со мной Ну Этого быть Просто не может Этого Может Сплошь и рядом Такое Вот Девушка Взяла у парня Деньги на кооператив И Скорее всего Кинула Посмотрите Не ваша Настя Нет Это не она Я кстати ее знаю Она Учится у нас На хореографическом Моя Настя Она Постарше будет Ей лет 25 У нее Большие кори Глаза Пухлые губы Она Высокая блондинка Красивая Подождите 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 А А что ты ищешь? Одна девушка У директора рынка Выманила Две тысячи рублей Не знаю Подробности А Вот Смотрите Ваша Настя Да Это моя Настя Мне конец Алла Меня убьет Ты и скажешь Коля Я тебя прошу Пожалуйста Помоги мне Я тебя умоляю Пожалуйста Помоги мне Хорошо Здравствуйте Алла Андреевна Привет Коля Что-то ты себе Изменяешь Про билеты Не спрашиваешь Так А Чего надоедать? Это во что? С утра В общежитие Заехала Посмотрела Личные вещи Пропавшей невесты Что-то интересное? Не то слово Смотри Вот это Документы На кооперативную Квартиру Они оформлены На погибшего Был оплачен Первый взнос А что мать говорит? А мать говорит Что должна быть Вся сумма Семь тысяч Это значит Что Девушка наша Леся Прикарманила Пять тысяч И знаешь Что самое подлое? Не собиралась она Замуж За этого Лили Каева Это почему? А вот смотри Олеся Быстрицкая Это что вообще? Это девичьи штучки Знаешь Я когда Залы Каева Замуж выходила Все репетировала Как будет звучать Моя фамилия И имя И подпись придумывала Получается Леся хотела Выйти замуж За некоего Быстрицкого Да И видимо Он и есть тот мужчина На синим москвиче Староста Видела как Леся Садилась Именно в такую машину Так Давайте найдем Этого Быстрицкого Ну сколько В Днепропетровске Быстрицких На синих москвичах Очень хорошая мысль Коль Давай Звони в ГАИ В Днепропетровске Убит Степан Лиликаев Администратор Популярного Танцевального Коллектива Эргерон Житель Анадыря Чукотской ССР Ему нанесли Смертельный Удар По голове Мужчина Часто бывал В городе С гастролями Иногда Приторговывал Импортными Вещами Следствие Установило Степан Встречался Со студенткой Хореографического Отделения Культпросвет Училища Олесей Белоус После смерти Жениха Девушка Исчезла Мать Лиликаева Рассказала Сын регулярно Пересылал Лесе Немалые суммы Последний раз Отправил Деньги На покупку Кооперативной Квартиры В Днепропетровске По документам Которые сыщики Нашли в вещах Исчезнувшей Леся внесла Только первый взнос 2000 рублей Скорее всего Оставшуюся сумму Девушка Присвоила Подруги Олеси По училищу Вспомнили За ней часто Приезжал мужчина На синем Москвиче Ну давай Ну ты чё? Иди сюда Ну чё ты злишься? Будь мужиком Заведи её Наконец Ну ещё чуть-чуть Лесенька Сидим тут сидим Каждого шороха боимся Ну потерпи Родненькая Ну ещё чуть-чуть Леся Итак Синий Синий москвич Хозяин которого Подвозил Лесю Машина Встала на учёт В ГАИ В 72-м году А что-нибудь Известно О хозяине машины Этому Быстрицкому А как же Фирма Леников не вяжет А вяжет Преступников Роман Всеволодович Быстрицкий Вот посмотри На момент регистрации Проживал В Днепропетровске Местный Значит По адресу Улица Маяковского 7 Квартира 42 Так Постойте 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 А я и не спешу Что Адрес Показался Знакомым Да Вот Маяковского 7 Квартира 42 Адрес Матери Пропавшей Девочки Ну как И кто Этот Быстрицкий И что Ты после работы Делаешь Не хочешь За мной Заехать Да Давай В 6 Нет Ради Мужа Все дела В сторону Ты у меня На первом месте Да Договорились Привет Куль Надеюсь Ничего срочного Я договорилась С мужем В ресторан Пойти О Это очень хорошо Что именно В смысле Рад за вас Я нашел Хозяина Синего Москвича Вот Роман Быстрицкий Машина Зарегистрирована На 72 Году Адрес Быстрицкого Улица Маяковского Квартира 42 Не поняла Ну же Вы сами Дали мне Этот адрес На Маяковского Живет Мама Леси Молодец Подойди сюда Что Это что такое Где Следы От двух бокалов Викуся Ты кого тут поил Викуся Ну что Викуся Говорили мне соседи Что бабы К тебе шастают А я дура не верила Врут они Это ты врешь Капелина Паршивая Здравствуйте Леси нашли? Еще нет Но надеюсь Мы на правильном пути У меня к вам Один вопрос Проходите Здравствуйте 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 Что это с вашим мужем? Споткнулся Наверное Вы что-то Хотели спросить? Кто такой Роман Быстрицкий? Господи Ну как? Вы в порядке? Быстрицкий Это отец Леси Он оставил Меня лет 10 назад Потом сел в тюрьму За мошенничество Я добилась Чтобы его лишили Родительских прав И дочь записала Вячеславовной Тут вот какое дело Последние полгода Леся с ним общалась Очень плотно Тут мне точно уже плохо Скажите Скажите Где он мог остановиться? У него есть родители и братья Нет Братьев и сестер у него нет Мать умерла Когда тот сел в тюрьму Сердце не выдержало Кстати У нее Домик был Что за домик? Где? Ну так Хутор на пять хат Показать сможете? Да Путор на пять хат Черт Ой Ой-ой-ой Там Кажется кто-то есть А не Показалось Давай посвети Ладно Ладно Сюда Говорит Оперполномоченный Лейтенант милиции Руденко И что замолчал? Оперуполномоченный Говоритова Быстрицкий Опустите отвертку на землю Поднимите руки вверх Пап Ты чего не слушаешься? Повторяю Отвертку на землю Руки вверх Пап Ты чего? Отпусти отвертку Быстрицкий Отпусти девушку Дом окружен Тебе не уйти Заткнись И ты заткнись Идем Стоять на месте Буду стрелять Дай уйти А не то я и клотку поткну Хорошо посидели Такой приличный ресторан Дорого обошлось? Дорого Ну Я же могу себе позволить Фу Чего это она? Не обращай внимания Мне нужно, Сережа Почему? Куда он может уйти? Я не знаю Там, кажется, болото было Господи, он ее убьет Он... Стойте! Куда вы? Назад! Тихо! Он же убивает дочь! Тихо! Держи Я пойду Коль Осторожненько Быстрицки, внимание! Я выхожу! Видишь, я без оружия Ага А в кармане что? Пистолет на землю Медленно На землю, я сказал Папа, что ты делаешь? Зачем? Это же милиция Отпусти девушку Мы все обсудим Найдем решение Ага Что ты несешь, начальник? А что? Безвыходных ситуаций не бывает Стой! Ни шагу больше Стой! Стрелять буду! Сволочи! Идите в машину Ну что там? Под ковриком засохшая кровь Вызывать экспертов? Ага Криминалист поработал с резиновым ковриком машины Быстрицкого Вот результаты Кровь той же группы, что и у погибшего Лиликаева Да Лесиного жениха убили В синем москвиче Как думаешь, она при делах? Понятия не имею Точнее Вариантов очень много Начиная с того, что она была организатором мошенничества И последующего убийства И заканчивая Чем? Могла оставить невинной жертвой? Ну, как вариант Ну Ладно Не буду мучить Читай протокол допроса Скажи-ка, Леся А почему никто из подруг ничего не знал о твоем женихе? Потому что у меня нет подруг С этими змеями из ансамбля Я не делюсь Сглазят Мы познакомились со Степкой На фестивале Тогда много кто с ним хотел закрутить Допустим А как вы познакомились со своим отцом Быстрицким? В газете Написали про наш ансамбль И он увидел Олеся Белоус А Белоус это фамилия моей мамы Но он понял, что это я И как-то встретил меня после репетиции И когда это случилось Где-то полгода назад Он тогда был таким трогательным Он сказал, что он мной гордится Мне тогда так этого не хватало Моя мама Мы знаем, вы с ней поссорились Продолжайте Ну Он тогда меня баловал Подарки дарила В кино водила В кафе Я тогда была такая счастливая А потом? А потом он пропал на неделю Появился весь в синяках И сказал, что он в карты проиграл много денег Очень много денег И если не отдаст, то его убьют И вы отдали ему деньги Которые присылал Степан Второй взнос за квартиру Да Но поймите Это же папа И он пообещал, что Продаст машину И дом в Крыму Нету никакого дома Продолжайте Тогда я ему и третий взнос отдала Да, я угадаю А потом приближался приезд Степана А отец все еще деньги не вернул Да Вот тогда я и вскипела Папа, ты деньги принес? Папа, ну сегодня Степка прилетает Как мне ему на глаза показаться? Доча, прости Давай так Я встречу Степку И отвезу его к тебе на хутор Куда? На хутор? Ой, забыл тебе главное сказать Он сказал, что боится за мою жизнь Сказал, что Какие-то бывшие зэки Могут меня похитить И поэтому вам нужно Срочно уехать из города Да, но он пообещал Что привезет ко мне Степку Вполне возможно Что он вез к вам Степана Но по дороге ударил чем-то тяжелым И убил И что он сказал вам, когда вернулся? Сказал, что Степа обиделся на меня Возмущался, почему я его не встретила Я, понятное дело, вопить начала И сказала, чтобы он срочно вез меня в город А он Пытался завезти машину Ты чёрт Лесь, иди в дом погрызься Не мёрзь Не пойду Мне очень срочно надо в город Ну что я могу сделать? Ну не заводится Иди в дом давай Думаю, с машиной у него было всё в порядке Просто ваш отец устроил такой спектакль Что теперь с ним будет? В машине вашего отца Эксперты обнаружили кровь Степана Алиби на момент гибели вашего жениха У Бустрецкого нет, так что Сами понимаете Лет десять дадут А мне что будет? Мама Степана вас поняла Претензий не имеет А я всё равно верну им все деньги за кооператив Правда, я вообще не знаю как Вы знаете, тут такое С вами кое-кто хочет поговорить Проходите Я знаю Быстрецкий выманил деньги у твоего жениха Мам, не надо Послушай Я виновата Что впустила его в дом И не только его одного И этого Кобеля Славика Я помогу тебе Мы вернём деньги Стёпиным родителям Да, прости меня Прости, прости, прости Отец Леси оказался банальным картёрником Сначала Ему везло Но потом чёрная полоса Стал сильно проигрываться Получается Выманил деньги у дочери Чтобы заплатить долги Да Отдавал долг Снова шёл играть И опять всё проигрывал Но никто ему смертью не угрожал Да Как известно Должников не убивают С них ведь нужно получить долг А какой спектакль разыграл? А бедная девочка Которой так нужен был отец Поверила Кстати, а Быстрицкий Сколько получил? Ну, с учётом его Послужного списка 12 лет Да, кстати Родители погибшего мальчика Так и не отказались от идеи Переехать в Днепропетровск Через полтора года Вселились в новую квартиру Далеко от центра И Леся Леся поддерживала с ними отношения Коль Знаешь, начальник твоего отделения Мой однокрупник Хочу ему письмо написать Похвалить тебя Может Себя в звании повысят А может В очереди На квартиру продвинут Сколько тебе можно С мамой жить? Не удивляйся Ты в этот раз молодец Я Голова Совершенно другим занята Коль Дай закурить Так вы же не курите Мне помощь твоя нужна Как ты? Всегда готов Раз следишь Сегодня за моим мужем Сможешь? Хорошо Смотрите В следующем эпизоде Успокойся Пришла следователь И о каком-то убийстве Говорит Ты человека переехала Ужас какой Да Это же отягощающе Где же это трудно? Да стой ты Или у тебя с ней что-то было? А я в нее Почти влюбился Скажите А чья это кровь на табуретке? Куда ты пошла? Ты вообще понимаешь Что ты наделала? Продолжение следует...